Решил тряхнуть стариной? Мясорубочка? Интересно. Да, есть такое. Почему бы и нет? Полных мясорубок давно не было. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мартин, капитан Очевидность, мясорубочка. Сегодня будет только мясорубочка и Товор Тар 21 Неон. Ствол, который я давно приобрел, но до сих пор ни одного, по-моему, видео с ним не было. Хотя он стоит того, чтобы с ним поиграть. Кроме этого, есть у меня для вас отличный анекдот. Поделился которым и Юрий Третьяков. Анекдот такой. Сидят два друга, олигарх и бандит. И за жизнь там беседуют, разговаривают, выпивают. Олигарх говорит, блин, интересно, а кем станет мой сын? Может он тоже будет, как я, деньги зарабатывать? А Бадин говорит, а может, как я, будет преступную деятельность вести. Давай, говорит, проверим. Кладет пистолет на стол, доставай деньги. Олигарх достает пачку, кладет на стол. Зови сына, зовет сына. И бандит ему говорит, что убираешь, парень? Тот спокойно кладет себе в карман в один пачку, а во второй пистолет. Бандит говорит, ну, в принципе, менты сейчас тоже неплохо живут. Ха-ха-ха-ха, да, вот так вот. Есть, благодарю тебя, капитан Очевидность. Ты очень любезен сегодня. Так, тихо. Хэдшот, детка, и у вас? О, музыка-то восточная какая. Красава, Кэп, вот это ты подобрал. Давно у нас восточной музыки на канале не было. Та-да-да-дай, да, та-да-да-да-дай. Хэдшота, давай. Класс. Вообще душевный. Вот, и девушка. Может, она станцует нам танец в живота, а? Да. Всякое может быть. Видишь, снайперюк вам куда-то исчез. Вот. Сегодня я вкратце вам расскажу про Товор Тар 21. И сегодня основная тема будет нашего выпуска. Это скины. Что я о них думаю, и вообще, что я предлагаю, как их делать. Тихо. Товор Тар 21 не он. Это что-то между АК-103 и обычным Товор Тар 21. То есть, я вижу, что он явно лучше, чем Товор Тар 21. Что касается калаша, конечно, спорно. Все-таки, наверное, калаш помощнее немножко будет. Но в любом случае, ствол интересный. Интересен он, в первую очередь, конечно же, для коллекционеров, а также для людей, которые снимают видео по Warface, так же, как и я. И для таких людей очень важно разнообразие. Иметь разные стволы, с разными стволами играть, снимать разнообразные видео. Поэтому таким людям я могу рекомендовать приобретать этот ствол. И даблкил с него делать. Там кто-то... Во! Какой, слушай, это черный орел. Вообще красавчик. Так что вот, что можно сказать про этот ствол. Особо много про него рассказать нельзя. Улучшенный Товор Тар 21. Хорош, хорош. Если вам интересно поиграть... Вот! Да-ля-ля, да-ля-ля, да-ля-ля-ля, да-ля-ля-ля-ля! Если вам интересно поиграть, то можете приобретать. Он вполне неплох, в том числе и на ветеранов. Можно с ним вполне нагибать, можно КВ играть, можно паблики, мясорубочки различные. И, в общем-то, всё очень даже хорошо с ним идёт, он нормально. Если, как бы, навык есть, то с ним можно показать... Утка! Утка! Да, еточка, нагнута. Вот, а поговорим мы сегодня с вами про скины. У нас в Warface пошла тенденция вводить скины. Скины самые разные, скины разных расцветок. Ну, сейчас более-менее такие, они ещё одинаковые, однообразные, я потом думаю, будет больше. Я и одобряю это, с одной стороны, а с другой стороны и нет. Почему? Дело в том, что эти скины ничего не дают. То есть, я понимаю, что есть такая мода в других играх, но Warface это та игра, где можно было бы задать новую моду. Новую моду, новые интересные свойства скинов. А именно, как правило, если мы выбиваем скин, кроме золотого оружия, оно не даёт ничего ровным счётом. То есть, вообще ничего. Розовый скин, оружие просто будет розовым. Лесной, оружие будет в лесном камуфляже. Но! Можно было бы сделать так. Скажем, розовый скин даёт плюс 2 урона. Такая мелочь, на самом деле. Плюс 2 урона, это особо ничего не решает, но как бы хоть какой-то бонус. Скажем, лесной даёт там плюс 1 патрон. Картель, например, даёт плюс 10 к темпу стрельбы. Допустим, для каждого оружия, для каждого скина это были бы разные параметры. Параметры должны быть небольшими. Они не должны существенно менять оружие, не должны какого-то существенного преимущества давать. Но это маленький, пусть маленький, но бонус. И я думаю, что тогда бы скины в Warface были бы намного популярнее. Почему? Потому что я считаю, что брать у других, заимствовать то, что есть в других играх. И многие думают, что это с CSGO. Нет, скины появились задолго до CSGO. Ребят, я вам серьёзно говорю. Просто я играл в игру, серию игр точнее. И там скины были задолго до того, как появилось CSGO. И даже задолго до того, как я видел скины в Сурсе, например. Вот. То есть, скины, тема не новая. Далеко не новая. И достаточно интересная. Я предлагаю сделать скины с вот такими маленькими бонусами. Каждый скин даёт маленький бонус. Не надо рассказывать про реалистичность. Причём тут это... Я не знаю, чем золотое оружие отличается от обычного, например. Реалистичность это не самое главное в играх. То, что какой-то скин даёт плюс один патрон или плюс, скажем, 10 к темпу стрельбы, ничего существенно не меняет. И к реалистичности это не имеет никакого отношения. Это внутриигровые предметы. И они должны, мне кажется, давать хоть какой-то бонус. Попался, голубчик. Да, вот так вот. Голубчика тоже мы нагнули одного. Это радует. Это было бы здорово, друзья. Это было бы действительно здорово. Представьте себе, у вас было бы больше интереса тянуть скины. Я не вытянул ни одного скина до сих пор. Ни одного вообще. То есть я купил себе оружейный кейс неон. И здесь оружие имеет хоть какие-то. Хоть такие... Ну, Товор Тарбо, в всяком случае. Ремингсон и Ау. А теперь в роли голубчика был ты. Да, есть такое. Вот. Я был в роли голубчика. Только что меня нагнули. Я за углом прятался. Но ничего страшного. И вот за неон я еще готов что-то заплатить. Понимаете? Платить за просто скин. Особенно какой-нибудь розовый. Мне неинтересно. То есть он ничего не дает. Он не дает ничего, поэтому я ничего платить и не буду. Ха-ха-ха. Да. Такие дела. Собственно говоря, в других играх можно было заплатить. Можно было купить скины. Это все здорово. Я понимаю. Но Warface немножко другая игра. Здесь немного другие традиции сложились. И я думаю, что маленькие бонусы, они были бы обоснованы. Они действительно бы зашли. Действительно зашли. Я это говорю без шуток. Это бы действительно было здорово. То есть говорить о таком-то бездисбалансе неуместно. Абсолютно неуместно. Почему? Потому что бонусы были бы настолько малы, что они были бы вот именно как приятный бонус дополнительный. Понимаете, да? Получил или выбил скин. Вот тебе маленькая приятность. Плюс один патрон в магазине, скажем. Или там для штумовой винтовки плюс два патрона в магазине. Скажем, для дробовика плюс пять-семь единиц темпа стрельбы. Вроде мелочь. Кардинально не поменяет. Но чуть-чуть что-то есть. И это приятно. Это было бы здорово. Главное просто не переборщить с бонусами, а делать их именно такими косметическими. Это было бы очень классно. Я думаю, скины стали бы намного популярнее, нежели популярность у них сейчас есть. Они популярны, но не сказать, что сильно. Это было бы классно. То есть есть игра и надо понимать, что люди, конкретная комьюнити в этой игре ждут от тебя. И именно это вводить. Это было бы здорово. Обычные скины, я уверен, ну не так сильно зайдут, как если бы они обладали маленькими плюс... И так... Урона нету, стреляешь в фейс. Добро пожаловать в Warface. Да, есть такое. Наша игра не перестает удивлять. И это замечательно. Это замечательно, потому что всегда есть о чем поговорить, понимаете. Есть даже целые каналы, которые посвящены вот этому вот всему. И никогда для них хлеб насущный не закончится. Да. Есть такое. Найди. Вот. Вот так вот, собственно говоря. Давайте посмотрим, что у меня получилось. И подытожим, подытожим, друзья. Так. По-моему, неплохо поиграли. Так, что-то немножко по стелсу, немножко где-то подрашивал. И получилось у нас 47 фрагов. 35 хэдшотов, где U.A.S. Он 3.4. Соотношение 22% меткости. Серия 10. Вполне неплохо для такого смешанного стиля. Играл и в раше, и в стелсе. И, в общем, все вместе. Что я вам хочу сказать, друзья. Вот что я думаю по поводу того Artar 21. Неплох. Примерно на уровне раритета. То есть, нормальный ствол. Что касается скинов, я тоже сказал. То есть, брать у других идею, это неплохо. Но лучше сделать по-своему. То есть, так, как не сделано. Там того, чего там не хватает. Поверьте, это было бы намного лучше. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Согласны вы со мной? Не согласны? И так далее. А также не забудьте упомянуть, конечно же, когда пишите свое мнение. Выбивали ли вы вообще скины или нет? И если нет, то почему? На этом, собственно говоря, сегодняшний нагиб закончен. Завтра будет новый, как и положено. И если данное видео было достаточно таким вот восточным, мелодичным, ритмичным, нагибным, хэдшотным, вы поняли, что ваше пищеварение улучшается, количество жира в вашем организме уменьшается. То есть, вы чувствуете, что у вас более стройная фигура становится при просмотре. Зубы беленькие, зрение четкое, давление стабилизируется. И вообще, улучшается все ваше состояние, физическое, материальное, финансовое, все лучше. То вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами. Рокутагин, а это отличная идея. Предлагаю скин для ЮСАС-12, плюс 20 патронов в магазине. Такое только ты мог предложить. Знаешь, как назовем скин? Клесня очевидности, да.